Музыка Герои нашей программы бережно хранят традиции предков. Три поколения женщин. Галина, Вера, Алена и Влада. Их жизнь тесно переплетена со славянскими традициями. Вера, это меня назвали при рождении, а Ярослава, это мое славянское имя, так раньше в старину. Дети все рождались без имен, это сейчас дают имена с приходом христианства. А потом по мере взросления ребенка уже имя нарекали, и он приобретал уже свое истинное имя. Поэтому у меня два имена. Есть второе имя и у Галины Павловны. Люди, близкие женщине по духу, называют ее светоладой. Вот семья у нас, и чтобы наши, мои девочки между собой, не ссорились, чтобы не было конфликтов, я должна ладить, послать свет и ладить на расстоянии. Жить по заветам предков для них значит не только проявлять уважение к своим прародителям, но и ощущать гармонию с миром. Это наши корни, это мои предки, я же не могу отказаться от своих предков, поскольку предки нам и помогают по жизни. И вам, и всем людям, если мы поминаем своих предков, мы можем в любой момент призвать их в помощь. Они становятся сзади нас, как крылья, как крылья ангела. Это наша помощь, наша сила. Вера давно уже взрослая женщина. У нее двое детей. Но в глазах своей мамы Галины Павловны. Она по-прежнему ребенок, о котором так приятно заботится. Я с моим преподавателем, мне это уже профессионально, мне хочется сделать какое-то замечание. Но я понимаю, что я должна это принять все, с этим согласиться. Потому что на детей нельзя силой что-то навязывать. Здесь нужно очень осторожно, просто давать какое-то направление, типа наставничество. На примерах показать, можно так и так сделать. А там уже они делают выбор. Ну, конечно, направлять нужно. Постоянно что-то говорить, направлять, рассказывать. Как стать хорошей мамой? Когда на свет появилась Аленка, у Веры еще не было точного ответа на этот вопрос. Но, к счастью, был отличный пример. Женщина, которая ее родила, воспитала и научила всему, чему могла. С первым ребенком у меня был страх. То есть я не осознала всего. Я всего боялась, что что-то не так сделаю. Со вторым ребенком я уже просто получала полное наслаждение. Ну и с возрастом дети подрастают, все интереснее, интереснее, интереснее. То есть мы уже на равных. Мы вступаем уже в осознанные дискуссии. Мы ездим все вместе в какие-то поездки, на какие-то семинары достаточно для взрослых людей. Они меня поддерживают. Алена и Влада охотно вместе с мамой и бабушкой создают кукол. Наши предки верили, что эти фигурки способны уберечь дом от беды, привлечь богатство и благополучие. Большое значение в этой семье придают праздникам. Исконно славянским, древним. Они стараются быть как можно ближе к природе. Вера вспоминает, с самого детства она с родителями много путешествовала. Походы на лыжах, походы в лес, турпоходы были интересные. Постоянно поездки на море. У меня мама работала гидом. Я объездила все морское побережье. Активно путешествуют и сейчас. Вера увлекается дайвингом. Галина Павловна – пешим туризмом. Мы вот в прошлом году с мужем ездили на Кольский полуостров. Был пеший туризм. Очень тяжело нам было. Ну вот, поднялись на гору Нинчур. Это вот родина наших предков, гиперборейцев. Там изумительные, конечно, места. Мы неделю ходили по этим громадным камням, булыжникам, по этим сейдам. Вот. Ну, очень много впечатлений осталось. Очень красивые там места. Конечно, нехоженные. Очень туристы есть, но редко там они туда проходят, куда мы проходили. И само озеро стоит. Озеро, конечно, изумительной красоты. Дома тоже всегда есть представители дикой природы. Например, сейчас у них обитает сова. У нас постоянно живет какая-то живность. У нас лошадь, собаки, кошки. У нас много кто жили. Еноты. Алена без ума от лошадей. Она увлекается конным спортом. Лошадь и всадник – это целая связь. Если ты их в кондуре в спорте, то ты один. А тут сразу две жизни, и ты беженцем связать их вместе. Еще одна отличительная черта этой семьи – любовь к творчеству. Причем талант передается из поколения в поколение. Мама, она была, очень любила петь. И я переняла тоже способности от нее. У нее были художественные способности. Она очень хорошо рисовала, занималась лепкой. Мама у меня поет. Она в народном хоре. Она солистка. Она также участвует в коллективных хоровых пениях. Папа был писателем и археологом. Как пойду я, молоденька, Как пойду я, молоденька, В зеленую рощу В зеленую рощу Вера работает дизайнером. В прошлом писала картины. Ее дочери тоже рисуют и поют. Занимать на конкурсах первые места для них привычное дело. Я люблю, когда рисую парелью, Выплескиваю сюда свои эмоции. Я рисую, и как будто эмоции в картине. Я еще занимаюсь художественной школой и фотошколой. В художественной школе я рисую всякие, делаю витражи, батики. Еще я раньше занималась шитьем. Вот я там очень хорошо шью. При таком многообразии талантов сложно определиться с будущей профессией. У Влады впереди еще много времени, ведь ей только 12 лет. А старшая сестра уже выбрала свой путь. Я хочу стать дизайнером. Я думаю, что буду художественной дизайнером, буду, только еще не знаю, как успели. Какой бы профессии девочки не решили раскрыться, они могут быть уверены, что дома их поддержат. Мама и бабушка всегда будут рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова